Славянск Начался он с политического кризиса в городской власти Славянска. Политические амбиции большинства депутатского корпуса возобладали над здравым смыслом. Именно это погубило все надежды на принятие местного бюджета, решение неотложных городских вопросов в условиях очередной волны коронавируса. Депутаты зачастую игнорировали заседания постоянных комиссий горсовета. Многочисленные демарши, острые заявления. За всем этим, с сожалению и недоумением, могли наблюдать жители нашего города в репортажах Делового Славянска. Другое пленарное заседание оголошу неповноважным. Так получилось, что единственным работоспособным органом все это время оставался только исполнительный комитет, который добросовестно пытался решать неотложные вопросы жизнедеятельности города. Подобное отношение к своим обязанностям депутатов городского совета в конечном итоге побудило городского голову Славянска Вадима Ляха обратиться к областному руководству и инициировать введение на территории громады временной военно-гражданской администрации. Прошу вас рассматривать вопросы о возможности временного введения на территории Славянска и территориальной громады военно-гражданской администрации до решения вопроса до строкового прекращения повноважения Славянской области и назначения позадочерковых выборов. Указом президента Украины от 26 мая 2021 года про утворение Вейского цивильной администрации она была создана. Город, к сожалению, остался без работоспособного депутатского корпуса. Пожалуй, главным событием для Славянска в 2021 году стала аварийная ситуация с мостом через казенный торец на улице Свободы. А вот и само место провала. Здесь прекрасно видна вода. Для рыбаков отличное место. Можно ловить рыбу прямо с моста. С провалом моста долгих 8 месяцев славянцы были вынуждены жить в объезд. Славянску нужен мост, потому что жизнь в объезд городу и его гостям стоит очень дорого. Несколько районов города оказались фактически отрезанными от его центра. К решению этого вопроса подключилась Донецкая обладминистрация, которая обеспечила в рамках программы большое строительство, финансирование и организацию работ. Ремонт и восстановление моста обошлось в 47 миллионов гривен народных денег. Всю историю ремонта и реконструкции купеческого моста с марта по октябрь 2021 года подробно освещали журналисты Делового Славянска. Мы подготовили за это время 15 репортажей о ходе работ на купеческом. Большое строительство не прошло мимо Славянска. В конце лета начался большой инфраструктурный проект, который продолжается и в настоящее время. Реконструкция дороги Н-20 от Красного Малочара до трассы М-03 Тиев-Харьков-Довжанская в районе Семеновки. В рамках программы большое строительство также были реконструированы стадион имени Скиданова, городская клиническая больница на улице Васильевской. Весь год в Славянске, как и во всем мире, прошел под знаком борьбы с коронавирусом. К сожалению, Славянск не стал исключением из общего списка городов страны, в которых от COVID-19 умирали люди. Только на декабре 2021 года от осложнений коронавируса умерли более 300 жителей. В марте этого года в Славянске началось вакцинирование горожан от COVID-19. К концу года количество вакцинированных горожан превысило 38 тысяч человек. И этот процесс продолжается. Очень важное и доброе событие произошло в 2021 году. Было обследовано и разминировано озеро Шелковичное в центре Славянска. Его провели специальное подразделение по подводному разминированию Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области. Пошел в строй и начал свою работу новый торговый комплекс «Приозерный», расположенный на берегу озера Шелковичное. Редакция нашего издания продолжила цикл программ встреч с интересными людьми. Среди них были жители не только Славянска, но и региона. Обывал в нашей студии и руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Кто бы не сказал, что там військово-цивильная администрация, что там Кириленко прибечник ведения військово-цивильных администраций. Кириленко прибечник развития Донецкой области в целом. На локациях торгового центра «Ярмарочный» мы говорили о будущем города с активными жителями – Алексеем Овчинниковым, Элиной Герасименко и другими. Встречались с коллегами из классного радио. Очень серьезные проблемы обсуждали представителями керамической отрасли – Владимиром Кириком, Артемом Скориковым, Александром Семенцом и многими другими. Общаясь с жителями города, мы провели опросы по самым злободневным проблемам. Журналисты «Делового Славянска» спрашивали славянцев о водоснабжении, тарифах, общественном транспорте, вероятности большой войны с Россией. «Деловой Славянс» старается готовить ленту новостей современно и креативно. Именно поэтому у нас появилась абсолютно новая рубрика «Сверху виднее». Зрителям YouTube канала «Делового Славянска» мы предлагаем посмотреть на проблему – город, любую локацию с высоты птичьего полета. Мы очень рады тому, что наши подписчики, их число приближается к 10 тысячам, по достоинству оценили это ноу-хау. В завершении предновогодний опрос для горожан. Чем запомнился вам 2021 год? Главное событие года со знаком «плюс» и самое важное – со знаком «минус». Чем вам запомнился предыдущий год и что вы думаете о будущем? В предыдущий год запомнился я сам житель Святогорска. Я сам переселенец. Это не самый плохой год в этом. То есть вы можете сравнивать? Да, поэтому еще раз хочу сказать, достаточно неплохо было. А в будущем, в будущем, есть какие-то надежды? Надежды, да, есть. Надежды есть и перспективы есть. Самое главное – не опускать руки и стараться, чтобы все будет у нас хорошо. Да, трудно вспомнить. Да, было и хорошее, и плохое. Как обычно, да. Да. В будущем только хорошее. Только хорошее. Только хорошее. Самое главное – здоровье всем. Хорошо, пока. Так как прошел – никак. Ну, может быть, в будущем что-то ожидать? Ну, может быть. Может быть, в следующий год будет лучше. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok